Клиника Альфа-стоматология 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 нужно много есть овощных салатов, много есть зелени, брокколи, вот это все очень поможет организму даже пережить не только праздники, но и зиму. Это и кожа, и волосы, и самое главное, это ваше настроение. Все считаются полезными общие фрукты, да, какие-то легкие закуски и жидкость должна быть. Желательно, чтобы это была негазированная жидкость, это пусть будут морсы, компоты, вода банальная, то есть, чтобы не было сплошного крепкого алкоголя и очень такой насыщенной пищи, жирания и обриводия. Мое главное правило, это есть раз в 3-4 часа, есть определенное количество еды и не наедаться вечером. Лучше всего, если во время праздничного стола вы используете метод дегустации, то есть на свою тарелку вы положите множество различных блюд, но в небольших количествах. Помимо того, что можно еще использовать метод ладошки, то есть порция в течение часа должна у нас быть в виде нашей ладошки. Это способствует лучшему пищеварению и за час хватит времени, чтобы эта пища у нас переварилась. Ходьба – лучшее лекарство для человека, в этом уверены врачи-кардиодиспансера. В новогодние праздники они рекомендуют не сидеть дома, а как можно чаще выбираться на пешие прогулки и заниматься спортом. Для красивой фигуры нужно ежедневно проходить не менее 10 тысяч шагов, это около 8 километров. Однако врачи признаются, что лучше любая нагрузка, чем ее отсутствие, поэтому формировать привычку рекомендуют постепенно, а со временем увеличивать темп и интенсивность. Стоит отметить, что гиподинамия или низкая физическая активность является фактором риска развития большинства известных заболеваний. Среди них ишемическая и гипертоническая болезни сердца, заболевания органов дыхания, пищеварения, опорно-двигательного аппарата. Даже такие явления, как возрастная деменция, снижение памяти и умственных способностей, врачи связывают с нехваткой движения. Начинать, безусловно, нужно с малого. Уже сегодня по дороге с работы выйдите на одну-две остановки пораньше, пройдите их пешком, поднимитесь по лестнице вместо того, чтобы дожидаться лифта. Ну и результат не заставит себя долго ждать. В награду вы получите бодрость, дух, отличное настроение, хорошее самочувствие и активное долголетие. Если мы хотим задействовать все мышцы организма, то можно с обычной ходьбы перейти на скандинавскую. Но и при классической прогулке нагрузка на мышцы достаточно большая. Врачи отмечают, что не нужно надрываться и ставить перед собой невыполнимые цели. Начинайте постепенно. Главное здесь – регулярность занятий. Регулярные занятия ходьбой нормализуют артериальное давление, снижают уровень плохого холестерина, повышают уровень хорошего холестерина, повышают иммунитет, помогают бороться с ожирением, с повышенной массой тела, нормализуют сон, улучшают, если мы говорим, в общем, питание, кровоснабжение, следовательную работу всех органов и систем человека. Стоит отметить, что заниматься ходьбой можно в любом возрасте. Это один из самых щадящих видов двигательной активности. Место может быть любым. Например, скверы, улица, но не вдоль оживленных трасс, тренажерный зал и даже магазины. Как бы странно это ни звучало. Перед началом занятий следует посоветоваться с лечащим врачом. Также следует носить с собой препараты, которые прописал доктор на случай непредвиденной ситуации. Абсолютных противопоказаний, конечно, нет. Единственное, не следует заниматься ни обычной ходьбой, ни скандинавской ходьбой в состоянии острого какого-то инфекционного заболевания, вирусного или бактериального. Не следует перегружать себя в состоянии декомпенсации хронических заболеваний, скажем, при хронической сердечно-недостаточности не следует нагружать себя сверх меры. Но адекватная физическая нагрузка, адекватная вашему физическому состоянию, вашему состоянию здоровья, безусловно, приветствуется. Таким образом прогулки подарят вам не только прекрасное настроение, но и сохранят ваше здоровье. Новогодние каникулы продлятся у рязанцев целых 8 дней. За это время нужно набраться сил и вдохновения для новых интересных проектов. О том, как войти в рабочий ритм и справиться с постновогодних андро, расскажет психолог Елена Некрасова. Многие люди намечают на зимние праздники столько дел, сколько в обычной жизни не реализовали бы и за месяц. В реальности же оказывается трудно выполнить даже половину. Результат – чувство неудовлетворенности, недовольства собой за бесцельное или недостаточно ярко проведенное время после окончания праздников. Неприятных чувств можно избежать, если постараться изменить слишком категоричное и требовательное отношение к жизни в общем и к себе в частности. Надо заметить, что не стоит ждать от праздников, что они радикально изменят всю жизнь. Что за несколько дней человек может восстановить то и дать себе то, что он упускал, может быть, долгие годы. И очень важно для того, чтобы пережить праздники, во-первых, жить в ладу со своими желаниями, думать о том, как снизить уровень хронического стресса. Важно, естественно, регулярно питаться, давать себе высыпаться. Самое главное – не совершать насилие над собой. Новый год – самый волшебный праздник. И вдруг после новогодней депрессии откуда она? Отягощенные праздничными салатами, бесконечным сном и телевизионной программой, мы с трудом представляем себе начало рабочих будней. И вот он очередной стресс. Как же выйти из новогодней комы и отправиться на работу с удовольствием? Тема вхождения и выхода из праздников в последнее время вообще приобрела большое значение для населения. И я думаю, что это связано с тем, что для многих людей праздники являются такой вот отдушиной, на фоне загруженной, утомительной и порой безрадостной жизни. И когда мы говорим о том, как пережить праздники без ущерба для себя, могу заверить, что самое главное – это нормально организовать свою повседневную жизнь вне праздников. И на выходе из праздников очень важно наращивать активность постепенно. Депрессия, вызванная окончанием продолжительных праздников и необходимостью идти на работу, знакома многим. Чтобы облегчить адаптацию к будничному ритму жизни, стоит следовать несложным советам специалистов. На выходе из праздников важно, во-первых, подумать о хорошем, что есть в вашей повседневной жизни. Многие психологи рекомендуют вести дневник благодарности, если человеку становится грустно, ему предлагается каждый день писать три факта в дневничок, за которые он благодарен судьбе, себе самому и своим близким. Важно прощать себе свои ошибки, если они есть, если это простительные ошибки. Ну и помнить о том, что праздники-то заканчиваются, а жизнь продолжается, и от вас зависит, насколько она будет хороша. Подготовку к окончанию праздников стоит начать заблаговременно. Просмотр телевизора на каникулах лучше заменить более активным отдыхом. А за 2-3 дня до выхода на работу нужно приступить к восстановлению привычного графика сна. Как и после обычного отпуска, рекомендуется обмен впечатлениями, тогда настроение праздника может сохраняться какое-то время. Обязательно нужно мотивировать себя тем, что зима кончится, и впереди летний отдых, на который стоило бы заработать. Такая мотивация – хороший способ заинтересовать себя. С вами была программа «Город здоровья» и ее ведущая Галина Кудряшова. Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством. Желаю здоровья, счастья и удачи во всех начинаниях. До встречи в новых выпусках.